Здравствуйте, я Владимир Антохин, в эфире программа Наука и мы, программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет Я Екатерина Шугаева, через 10 лет Россия завоюет рынок микрочипов Звучит прям как-то прям... Так и будет В конце программы наши гости оптимисты и скептики сделают прогноз С какой вероятностью через 10 лет Россия действительно завоюет рынок микрочипов Об истории микрочипов расскажет наш эксперт профессор Капустин Сама идея создания микрочипов появилась еще в 1952 году Когда Джеффри Даммер предложил объединить множество электронных компонентов в монолите полупроводника В 1959 году была разработана первая интегральная схема И тут же возник первый патентный скандал Наша первая интегральная схема была создана в Таганроге в Радиотехническом институте Советская кремниевая интегральная схема была создана по заказу военных Первые образцы доставили из США по оборонзаказу Это был решающий шаг для разработки систем наведения баллистических ракет Мировой рынок микрочипов сегодня составляет 45 миллиардов долларов и продолжает расти Наша страна не отстает от общемировых трендов По планам к 2030 году в России должны действовать не менее 100 центров проектирования микроэлектроники Более отдаленная перспектива – это полное импортозамещение в этой сфере И вывод собственной продукции на глобальные рынки Звучит воодушевляюще, теперь главное сделано Ну вот как раз будем на это очень рассчитывать Но у меня пока к тебе личный вопрос Про банковскую карточку-то я знаю, что она у тебя есть А карта тройка у тебя есть? Карта тройка тоже есть Ну в смысле и банковская есть? Тройка потрепалась немножко Да, и в банковской, и в тройке оказывается тоже микрочипы, между прочим, есть Подожди, ну в банковской я еще вижу Вот он такой А в тройке вообще ничего нет Ну только не распиливай ее, да Константин Михайлович, ну действительно, вот все говорят микрочипы, микрочипы А началось-то все вот с такой вот радиолампы Так кому она понадобилась, какую функцию выполняла и что было после нее? Совершенно верно, все началось с радиоламп Радиолампа это два электрода, катод и анод И электрончики летят от катода к аноду И между ними металлическая сетка И если подать на сетку отрицательное напряжение То оно начнет отталкивать электрончики И ток уменьшится Таким образом, небольшое колебание напряжений на сетке Вызывает большое колебание тока в цепи И на лампах можно сделать усилители Что главную компоненту всех электронных устройств Потому что сигнал затухает Нужны постоянно усилители И соответственно, также на лампах можно сделать цифровую технику Один ток идет, нолик ток не идет И первые компьютеры были ламповые Они были размером с вот эту студию Требовали там своих дизель-генераторов и систем охлаждения и прочее У меня в институте такие были Мы прямо на них в институте работали Да, они занимали целые комнаты Затем появились транзисторы То есть полупроводники Полупроводники это специальные материалы Которые в одних условиях ток проводят, других не проводят И транзисторы начали лампы вытеснять Затем транзисторы начали соединять в микромодули Об этом никто сейчас не помнит Просто в советское время в радиокружках учили электронику по книжкам 60-х годов Микромодули транзисторы ставили в этажерку Потому что все привыкли, что на платах должны стоять лампы Поэтому первые микромодули выглядели вот так вертикально Как лампы Но потом кому-то пришла в голову светлая идея А зачем мы ставим их в этажерку? А давайте сплющим в один этаж Появились микросхемы Да-да-да Сначала так ставили, серьезно? То есть появились микросхемы Затем сказали А зачем мы разные детали ставим в один корпус? Давайте все резисторы, конденсаторы вынесем и будем паять на платы отдельно А в микросхеме оставим только транзисторы И тогда всю микросхему можно делать из одного кристалла И вот это называется интегральная схема, о которой говорил профессор Капустин Когда интегральная, цельная На одном кристалле Германии или Кремния делается сразу много транзисторов То есть они теперь не так, не так Они, да, они плоские, но на одном кристалле И, наконец, пришла в голову идея А давайте делать вот такенную пластину Кремния На ней сразу миллиард транзисторов А потом разрубим ее на куски И каждый осколок Это микросхема, интегральная микросхема Осколок по-английски чип Чип Вот что такое микрочип Микрочип – это интегральная транзисторная схема Полученная путем разрезания большой пластины на много-много частей Обалдеть, я думала, только булочки раньше так резали Помните, в подносах Вот так вот Ничего себе, Валерий Анатольевич Кому в голову пришло, что надо делать именно микрочипы? Ну вот кто, я думаю, первый придумал, например, зачем? Ведь, в принципе, лампы транзистора хорошо работали Почему вдруг решили лампу заменить сначала на транзистор? Вы знаете, лампы работали хорошо Но они были настолько громоздкие и настолько энергоемкие Только из-за энергоемкости и размера, да? Да, а вы знаете, для того, чтобы создавать бытовую технику Нужны все же какие-то миниатюрные приборы, да? Вы хотя бы вот создавайте, я не знаю, телефон, смартфон и так далее Ну как же мы такую лампу можем поместить вот в такое элегантное устройство? Не получалось Не получалось И после этого надо было что-то придумывать И в 1948 году был придуман первый транзистор Началась эра транзисторов Транзисторы – уникальные компоненты электрических схем Которые позволяли создавать ужасно сложные цепочки Но проблема стала заключаться в другом Можно теоретически создать все Но практически, практически не получалось Мы переходим сейчас к созданию, да, вот уже чипа В конце 50-х годов был создан первый полупроводниковый компьютер Который включал 225 тысяч транзисторов 100 тысяч диодов Сотни тысяч конденсаторов, резисторов и так далее И стоит вопрос То есть теоретически мы разработали схему Ну теперь как практически ее создать И тут начались сразу же проблемы Во-первых, чисто человечески надо было все спаивать Обыкновенными электрическими шнурами Значит брак, значит тяжело и так далее И поэтому, в общем-то, как и говорил Константин Михайлович Мы подошли к этой идее Что надо было это как-то скомплектовать Ну сначала была модульная сборка, не пошла Старались уменьшить вот эти композиционные материалы Не получилось И в 1958 году А Джек Килби 27 июля Дает описание первого чипа А уже 6 февраля 1959 года он получает патент на это Но, как говорил наш уважаемый профессор Вот тут-то и возник патентный скандал Почему? Потому что независимо от него В это же самое время А Роберт Ноус, если не ошибаюсь Создает аналогичный прибор, который работает еще даже лучше И через 10 лет Верховный суд США Выносит вердикт, что отцом-основателем Надо считать Роберта Ноуса Хотя Джек Килби получил в 2000 году Нобелевскую премию за создание чипа Неужели? А у нас никто не создавал ничего такого? Мы так и работали все это время на лампах? Про нас мы еще поговорим, но после рекламы Реклама на НТВ В эфире программа Мы и наука Наука и мы Программа о том, как наука изменить нашу жизнь в ближайшие 10 лет Через 10 лет Россия завоюет рынок микрочипов Нет ничего проще, чем сделать микрочип, считает наш эксперт профессор Капустин Микрочип можно сделать даже дома Берем плоскую пластину, наращиваем на ней атомы кремния Ну, все это в вакууме, конечно Окислив атомы, делаем пленку из оксидов кремния или силикатов гафния У них высокая диэлектрическая проницаемость Сверху наносим специальный полимер, разрушенный ультрафиолетом Рисуем изображение будущей схемы Вырезаем нужное, ненужное удаляем Используем для этого либо кислоту, либо осуществляем травлю газом И, наконец, внедряем нужные химические элементы Затем высокотемпературный обжиг, чтобы восстановить структуру полупроводника Ну, и в завершение всю поверхность покрываем медью И для всего этого вам понадобится лишь несколько граммов меди Миллиграммы золота, месяц работы и 150 киловатт-часов электроэнергии Ну, сущие пустяки В общем, да, после программы займемся вечером Проверим Да, Артем Владимирович Ну вот, а как работает микрочип и вообще микро-это сколько? Вообще микро-это одна миллионная метра Для сравнения это в 10 раз тоньше человеческого волоса Принцип действия микрочипа или микросхемы основан на передаче, обработке сигнала и его последующей трансляции Цифровой сигнал сейчас вытесняет аналоговый И это мы хорошо видим на примере телевидения, которое как раз приходит в цифровой формат Принцип действия микрочипа, он достаточно понятен В его разработке принимает участие большое количество специалистов Это химики, физики, материаловеды и айтишники Все эти специалисты есть у нас в стране А микрочип и микросхема это вообще одно и то же или это разные вещи? Микрочипы это тривиальное название микросхемы, это одно и то же Хорошо, подождите, если в лампе, например, ток идет, не идет, в транзисторе идет, не идет, в микрочипе что куда идет? В микрочипе сигнал Сигнал идет, не идет, но он уже не аналоговый, не электрический, а что значит цифровой? Он из чего состоит? Он может быть и аналоговым, и цифровым, а также может быть аналогово-цифровым Это те микрочипы, которые производят трансформацию одного типа сигнала в другой А, то есть сейчас чипы есть разные? Аналоговые, цифровые, аналогово-цифровые А какие-нибудь квантовые уже есть чипы? Это уже отдельный вопрос Раз уж мы говорим про микро и нано, хотелось бы прояснить Потому что все слышат, чипы 60 нанометров, 7 нанометров Это, собственно, размер транзистора на чипе То есть мы сейчас в России можем делать чипы 100, 120, 63 нанометра Так вот, очень часто слышим, что вот на Западе передовая технология позволяет делать 7 нанометров, 5 нанометров Это не так Обратите внимание, производители говорят, сделано по технологии 7 нанометров Не транзистор размером 7 нанометров Один немецкий инженер во время ковида от нечего делать Сделал срезы транзисторов, сделанных по технологии 7 нанометров и 5 нанометров Оказалось, что транзисторы там размером 26 и 22 нанометра То есть вообще мои коллеги в Зеленограде говорят, что все производители, если меньше 60 нанометров, начинают привирать И чем дальше, тем больше И они говорят, это не вранье, это маркетинг Подождите, мы делаем сколько, вы сказали? 108, 109? Мы делаем 120, 160 А вот основные производители сколько делают? На Западе и в Китае делают реально в районе 20 То есть на самом деле наше отставание не так велико Это не такое большое отставание, да? Да, и для большинства приложений 60 нанометров вот так хватает Хорошо Константин Михайлович, я попробую вас поправить Значит, в России самый сейчас высокотехнологичный процесс Это 180 нанометров А нанометры, это как раз не величина транзистора А величина канала у транзистора И поэтому сам транзистор, как вы говорите, он может быть и 20 нанометров И 22 Потому что технологию определяет Вот когда говорят по технологии 7 нанометров Это как раз таки длина канала транзистора А вот кстати, вообще на самом деле, кто сегодня производит микрочипы? И как это делают? Вот так вот в домашних условиях там Почему в вакууме? Смотрите, значит, в России с советского времени Производство микрочипов было рассредоточено по всей территории страны Но появились некие кластеры Вот один из самых больших кластеров Это предприятие, находящееся в городе Зеленоград Там же и находится вуз Ведущий вуз, который готовит специалистов для микроэлектроники Это Московский институт электронной техники И вот одним из самых важных предприятиев И самых высокотехнологичных предприятий России Это акционерное общество микро Которое готовит чипы для карт-тройка Для одноразовых билетов в метро И на просвет этот чип будет видно Если вы посмотрите на свет То есть у нас даже в одноразовых билетах есть микрочип? Да, именно так А также различные РФИТ-метки РФИТ-метки это то, когда вы сканируете, например, продукты питания Подносите, это тоже микрочип В магазинах подносите, сканируете Не штрих-код, а именно вот такая металлическая Чтобы не пищала на рамках Именно так, да То есть есть еще ряд предприятий Это более современные уже предприятия Зеленоградский нанотехнологический центр Другие предприятия находятся в Новосибирске и Томске В Калуге, в Санкт-Петербурге и в Москве Около 150 предприятий занимаются сейчас производством микрочипов На самом деле, если мы под микрочипами будем понимать В том числе полупроводниковые элементы И СВЧ, элементы То этих предприятий будет около 600 Вот этот ваш вопрос Это кто занимается? А вот как теперь? А как? Самое интересное Теперь как? На самом деле, вот если Константину Михайловичу Он правильно сказал, то есть есть различные технологические процессы И в России вот самый современный технологический процесс В настоящий момент это 180 нанометров В основном предприятия работают с микронными до сих пор технологиями Это один и два микрона Есть СВЧ предприятия Почему все делается в вакууме? Для того, чтобы это же все микро и наноэлементы Для того, чтобы там никакой грязи, никаких пылинок не попадало Это все будет влиять на качество микросхемы А еще только последний вопрос А кто основные производители в мире? Вот про Россию вы нам все рассказали Что там чуть ли не 600 предприятий у нас А в мире основные производители, это кто? В мире основным производителем является в настоящее время Тайвань Сколько процентов рынка у них? Например? Около 50% рынка Остальные есть дальше? Нет, остальные, то есть есть вообще в настоящий момент Самым предприятием, обладающим всеми технологиями Такая страна у нас одна в мире Это Соединенные Штаты Америки Но они пошли по пути того, что вывели свои производства Производства в третьи страны В третьи страны, да То есть сейчас это Китай, Малайзия, Тайвань, Гонконг Конечно же, Южная Корея, Япония Но эти все предприятия принадлежат штатам, получается, так? В основном только тайваньские предприятия и малайзийские предприятия Хорошо, тогда у меня такой вопрос актуальный, скажем так Артем Владимирович, ну вот Урсула Фон дер Лейн, есть такая барышня Ответственно утверждала и утверждает, что в России, значит, мы вытаскиваем микрочипы из стиральных машин Вот, и вставляем их в ракеты Так вот, у меня вопрос, насколько это вот действительно так? Вот где этот микрочип? Почему именно из стиральных машин? То есть и можно ли действительно из стиральной машины, ну я не знаю, вытащить микрочип? Хоть что-нибудь Ну вот, вставить его в кинжал, и что тогда получится? Он пока летит, еще белье будет сушить? Нет, на шутке шутками, Артем Владимирович, она говорила это совершенно серьезно Нам правда хочется понять Могу расстроить Урсула Фон дер Лейн, это сделать невозможно Микрочипы, они не универсальны, и они предназначены для использования в определенной цели Соответственно, для определенных целей Как уже говорил мой коллега Андрей Николаевич, микрочипы бывают разного назначения Это и силовые устройства, и передающие устройства И конечно же, если микрочип создан крутить стиральную машинку, то он ни в коем случае не будет управлять ракетой И в моей тройке он работать не будет И в вашей тройке он тоже работать не будет Как она это вообще сказала? Я думаю, что она не знает технологии производства микрочипов так хорошо, как знают их в России Артем Владимирович, микрочипы в бытовой технике и, например, стиральной машины выполнены в пластмассовых корпусах Микросхемы для ответственного применения выполняются либо в металлокерамических корпусах Либо в металлических, либо каких-то других, но более стойких к внешним воздействующим факторам Соответственно, ну просто время жизни этой микросхемы в ответственном применении будет намного меньше Но чисто теоретически контроллер из машины, микроконтроллер, по сути это небольшой микропроцессор Можно использовать и в любой технике, в том числе и в ракете Валерий Анатольевич, а сколько сегодня нужно, вот вы как экономист Причем вы не просто же экономист, вы директор института проблем рынка Вот у России есть какие-то проблемы с рынком микрочипов Сколько нам нужно микрочипов, сколько, я не знаю, там их в граммах вешать Сколько в итоге Ну, вы знаете, в принципе, количество нужных для нас микрочипов определяется структурой экономики Значит, мы должны производить только те микрочипы, которые соответствуют нашей структуре В нашей структуре соответствуют микрочипы от 90 нанометров и больше Ну, коллега только что объяснил, почему именно такой размер подходит Надежность Мы выпускаем надежную технику в оборонно-промышленном комплексе Главное не размер, главная надежность При этом, конечно, надо сказать, что микрочипы размером от 90 нанометров и выше С одной стороны, они, конечно, немножко устаревшие Это технологии 20-летней давности Но одновременно они могут хорошо использоваться в промышленном производстве В силовой технике, в бытовой технике и так далее И вот этих микрочипов, я могу судить только по информации из открытых источников Нам надо где-то от 30 до 40 тысяч пластин в месяц Но, конечно, мы все же производим и сервисные устройства Сервисное оборудование И там мы применяем чипы размером 45 нанометров Но, конечно, у нас это производство не очень такое уж и большое Рынок сбыта небольшой Поэтому нам где-то достаточно опять, если судить по открытым данным От 1 тысячи до 5 тысяч вот этих микрочипов То есть 90 и выше, это где-то 30-40 тысяч в месяц 45, да, это где-то от 1 до 5 тысяч пластин в месяц Но в связи с тем, что мы переходим, конечно, вот сейчас активно на импортозамещение Нам много что надо заместить Потому что мы собираемся менять структуру экономики Да, совершенно верно Мы не собираемся, мы обязаны ее менять И для этого обязаны производить чипы в большем количестве На расчете производства микрочипов Поэтому по прогнозам Где-то к 2035 году Общее количество чипов должно удвоиться и утроиться даже Где-то должно быть порядка от 100 тысяч в месяц до 150 У нас 600 предприятий потянут? Какие объемы? Именно так, но вы знаете, вот для примера могу вам сказать Вот, например, китайская фабрика СМИК В настоящее время строят пятую фабрику с производительностью 100 тысяч пластин в месяц Это только одна фабрика? Одна фабрика и 100 тысяч пластин в месяц И это только один китайский завод Это к разговору о том, вот, как сказал Валерий Анатольевич, что нам требуется 45-60 тысяч в год А там производительность 100 тысяч пластин в месяц Ну, про будущее мы еще поговорим Но после рекламы пока давай отправим госпоже фон дер Ляйн стиральную машину Давай отправим ей кинжал Это тоже, но попозже Реклама на НТВ В эфире программа Мы наука Наука и мы Программа о том, как наука изменить нашу жизнь в ближайшие 10 лет Через 10 лет Россия завоюет рынок микрочипов Но вот почему микрочипы могут делать не все, рассуждает наш эксперт профессор Капустин Производство чипов не всем странам по силе За последние годы рынок микрочипов разительно изменился Если 30 лет назад 80% микросхем производили США и Европа То сейчас половина рынка контролирует Китай, Гаймконг и Тайвань Почему же так радикально изменилось производство? Производство микрочипов нельзя создать без огромной многосторонней базы Разработка новых чипов базируется прежде всего на научных исследованиях На высококвалифицированном персонале Имеющем ученую степень На непрерывных исследованиях в течение многих лет Появилось даже выражение Чиповые аспиранты Молодые исследователи, занимающиеся изучением микросхем К счастью, в России высокий уровень науки Так что в области исследований мы точно не отстаем Да и по качеству нашей микросхемы не уступает импорт И нельзя не упомянуть о появлении государственной программы поддержки предприятий микроэлектроники Этим шагом государство фактически признало важность отрасли для страны и для экономики Будем надеяться, что эта программа так или иначе будет реализована И за первыми шагами последуют и остальные Будет-будет, я в нашей науке предприятиях не сомневаюсь Ну вот давай как раз про будущее немного поговорим Константин Михайлович, вот если мы в России будем развивать производство микрочипов Какие смежные технологии у нас благодаря этому появятся? Можно мы эти достать? Да, конечно, конечно Я всегда за Мы будем перерисовывать А, давайте, хорошо Да, вот мы говорили про транзисторы Транзистор это элемент, который регулирует ток сети Вот мы подаем сюда напряжение, и ток либо идет, либо не идет Единичка или ноль Единичка или ноль То есть это активный элемент, как вот электронная лампа Кроме того, есть пассивные элементы в радиотехнике Вообще в радиотехнике какие у нас физические величины Во-первых, заряд обозначается буквой Q, маленькая Электрончик, электрончик это единичный отрицательный заряд Больше электрончиков, больше заряд Вот он Q Потом, если у нас в одном месте много электрончиков, в другом мало Возникает электрическое напряжение Обозначается буквой U Измеряется, да, например, в вольтах Что-то там было еще про разницу потенциалов Да-да, разница потенциалов, здесь один потенциал, здесь другой, да Разница в заряде, разница потенциалов, это напряжение Соединили проводочком потек ток Движение электронов Ток обозначается буквой I Потом каждый ток, вот если у нас идет ток, он вызывает магнитное поле Вокруг себя, конечно Вокруг себя, вот да, идет ток, вокруг него магнитное поле Магнитное поле, ну, обозначается обычно буквой FI большое Теперь, какие радиодетали используются? Заряд и напряжение соединяет деталь под названием конденсатор Да, две пластины На одной больше заряд, на другой меньше Напряжение, буквально вот так и обозначается Как первые конденсаторы, просто две металлические пластины Соединили проводником Идет ток Ток испытывает сопротивление Электрончики там бьются о кристаллическую решетку И все проходят Да, и рассеивается энергия в тепло Деталь называется резистор Как в институте Да-да-да Затем, взяли мы провод Вокруг него магнитное поле Свернули этот провод в катушку И этим сконцентрировали магнитный поток Катушка индуктивности А теперь посмотрите на эту картинку Красивая картинка, да? Но чего-то не хватает, да? Да, самого главного Совершенно верно Четвертая сторона для полного квадрата Самого главного И вот китайский ученый Цай Шао Тан Извините, американский физик Китайский физик, эмигрирующий в Америку Цай Шао Тан Вот так нарисовал И сделал вот это гениальное наблюдение Смотрите, люди Чего-то не хватает И он предсказал существование четвертой детали Которая получила название Мемристер Мемристер оказался... Ну и в 2009 году он был сконструирован, был построен Оказалось, что он имеет совершенно необыкновенное свойство Он соединяет заряд, то есть он может суммировать, вычитать заряды И одновременно магнитное поле А магнитное поле используют часто в запоминающих устройствах Помните, магнитные диски, магнитные ленты Дискеты многие из нас застали, да? То есть мемристер может одновременно работать как регистр процессора И как ячейка памяти На основе мемристеров можно делать так называемые нейроморфные сети Наши нейроны в организме У нас же нет нейронов, которые обрабатывают информацию И нейронов, которые запоминают Каждый нейрон у нас одновременно обрабатывает информацию И запоминает В этом смысле как мемристер Одновременно... То есть это как бы и частицы электрон И заодно сразу и поле И заодно сразу, да То есть он запоминает, он пассивный То есть с помощью мемристеров Можно создать нейросети, которые напоминают наши нейросети И это было доказано нейросеть из полутора тысяч мемристоров уже распознает написанные от руки цифры с вероятностью 90 процентов. То есть всего лишь полторы тысячи элементов и уже может распознавать нейросеть. Кроме того, мемристорные нейроморфные вот эти чипы, они могут, я сказал чипы, забегжал вперед, но мемристорные нейроморфные сети, они убирают главную проблему современной электроники, так называемую воронку фон Неймана. То, что ограничивает производительность транзисторных микрочипов, это связь между процессором и памятью. Шина связи вот что ограничивает скорость. Она же не пропускает больше, чем... Наш российский процессор Эльбрус шину памяти лицензирует у калифорнийского синопсиса. Китай в прошлом году с большой помпой заявил, «Мы сделали свой процессор, целиком китайский». Шину работы с памяти лицензируют у синопсиса, потому что калифорнийский синопсис всех обогнал на 30 лет. Здесь, в мемристорных чипах, нет шины. То есть процессор этой памяти одновременно? Одновременно. Нет шины, нет проблемы, не платим деньги синопсису, независимо от американцев. И, ну да, естественно, вот мемристор несколько лет назад, еще 4 года назад, был вот такого размера. Вот так вот он и выглядел. Но, естественно, никто не будет же ставить эти мемристоры этажеркой. Все знают, к чему идет дело. Дело идет к чипам. Надо сразу его делать на какой-нибудь кристалле. Правильно! Правильно! И можно я тогда здесь нарисую? И в прошлом году китайские ученые из университета Циньхуа, так, если не ошибаюсь, произносятся, сделали гениальную идею. А давайте в качестве подложки для мемристорного будущего чипа используем обычный транзисторный чип. То есть вот у нас мемристор, как предлагается сделать? Вот у нас два провода из жуткого сплава, там, алюминий, там, тылур, что-то еще там. И на перекрестке этих проводов, вот эти плоские провода, возникает мемристор. А под ним в виде подложки транзистор. И у нас получается схема, объединяющая транзистор и мемристор. Так что транзистор является управляющим элементом мемристоров. Транзистором мы задаем схему, а мемристоры работают как регистры память. Оказалось, что это работает великолепно, просто потрясающе. И в октябре прошлого года, полгода назад, китайцы заявили, что создали первый на планете показали мемристорный нейроморфный чип. Более того, ну да, у китайцев размер чипа порядка одного микрона. Уже, кстати, вполне все маленькие. Да, я здесь напишу, один микрон – это тысяча нанометров. Нанометров, да. Наш Курчатовский центр может сейчас делать провода в 10 раз тоньше человеческого волоса. То есть от 4 до 10 микрометров. И если Минпромтор даст денег, в следующем году Курчатовский центр совместно с зеленоградским заводом «Микрон» выпустят первый в России мемристорный чип размером 10 микрометров. 10 микрометров. Какие молодцы. То есть мы отстаем от китайцев на полтора года. Но опять же, если деньги будут от китайцев, отстаем всего на полтора года. Ну и да, по размеру отстаем, немного нечего страшного. Но это если Минпромтор даст денег. Да, естественно. Конечно, есть еще американцы, разумеется. Молодежь американская в инженеры не идет, электронщиков молодых там нет. Но IBM — это дредноут финансовый, научный, инженерный. И у IBM хватает денег и хватает старых кадров. И IBM в октябре, буквально через неделю после китайцев, объявили о выпуске своего нейроморфного чипа под названием «Северный полюс», «Норфпол», в котором мемристор эмулируется сотней транзисторов. Конечно, это не так эффективно, но IBM движется в этом направлении. То есть, может быть, они опережают и нас, и китайцев, но они все держат в секрете, и мы об этом просто не знаем. Но мемристоры — это революция, это будущее. Можете себе представить, энергия здесь потребляется в сотни раз меньше, чем транзисторов. В карте тройка может быть нейросеть. В пуговице у вас может быть нейросеть. Знаете, значит, немного пугающе, что в карте тройка нейросеть. Может быть, нам не понравится это будущее, потому что реальностью станут микроустройства, вживляемые в человеческое тело, с нейросетью, с искусственным интеллектом. Все говорят про беспилотные автомобили, устройства. И то, про что все, конечно, думают, но абсолютно никто вслух не говорит — это миниатюрные дроны-убийцы. Ничего страшного, мы всех победим, потому что американцы себе выбрали плохое название — «Северный полюс». «Северный полюс» — «Северный полюс» — «Северный полюс». У нас там русская станция. Хорошо. Андрей Николаевич, я пока подержу, ладно? Это будем считать моим мемристором будущим. Андрей Николаевич, в чем основная проблема сегодня в России с выпуском, ладно, микрочипов? А вон мемристоров, только ли деньги или чего-то еще не хватает? Нет, смотрите, чтобы было понятно, проблемы можно разделить на три таких больших класса. Вот первый класс, самый низовой, — это химия. Вторая большая проблема — это станкостроение. Так получилось, что начиная вот с 90-х годов станкостроение, осталось что-то на Украине, что-то в Беларуси, что-то в России. Но весь цикл необходимого технологического оборудования для создания технологической линейки производства микрочипов в России сейчас мы не производим. И только подходим к этому. Даже наш институт вот совсем недавно только получил работу по заказу Минпромторга России на ростовую печь по производству как раз-таки кремниевых слитков. И вы удивитесь, но до этого момента мы использовали печи, еще начиная с 70-х годов, производства Германской демократической республики, Дании. И только сейчас мы подходим к тому, что будет отечественная печь. И так вот во всем станкостроение. И третье, что находится на поверхности — это программное обеспечение. Ведь не зря Константин Михайлович упоминал здесь американскую синопсис. А есть еще Cadence, а есть еще много различных программ, в которых как раз-таки проектировщик создает микросхему. По всем трем вопросам я готов вам теперь возразить, потому что и по программному обеспечению мы продвинулись, и по импортозамещению, по химическим особо чистым, не только газам, но и жидкостям, мы тоже двигаемся, и уже достаточно давно и успешно. Эти работы никогда не забрасывались, и даже в тяжелые 90-е годы в нашей стране эти работы велись, и Микрон, и Ангстрем тому хорошие примеры. С точки зрения программного обеспечения, сейчас очень крупные игроки вкладываются в вузы, непрофильные, казалось бы, в химико-технологические, физические, где готовят себе IT-специалистов. У нас по профилю IT в университет поступает большое количество ребят, которые в том числе разрабатывают программное обеспечение. Не только для управления этих микрочипов, но и для технологий их создания. Что касается станка, тоже с удовольствием прокомментирую, потому что в нашей стране уже давно идет программа по, соответственно, решению этой проблемы. Один из университетов, который только этому привлечен, это Станкин, Станкостроительный Московский университет. Думаю, что и другие вузы в фере своих компетенций тоже эти работы прорабатывают. И третий вопрос касался химии. На него я в самом начале ответил, потому что и кристаллы, я думаю, что иностранные корреги все-таки используют российского происхождения из нашего кремния. Да и медь, я думаю, у них тоже вряд ли у всех чилийская. Не зря на рельский никель сейчас медное производство переносит в Китай поближе к потреблению. А самих специалистов молодых? Вот нам хватает везде, готовим. И химиков. Но надо больше. Готовим, но надо больше. Нужно много молодых специалистов, как говорил профессор Капутина, с учеными степенями. Не только кандидатов, но и докторов наук, чтобы они могли создавать научные школы, их развивать. В нашей стране не только промторг этим занимается. Минобразование растит кадры. Крупные компании приходят сами и в инициативном порядке финансируют талантливых ребят, поддерживают разработки. И как только особо чистые вещества появляются, тут же выстраивается очередь из коммерческих и частных инвесторов на них. Они чувствуют мировой рынок и заинтересованы. Поэтому здесь я все-таки настроен оптимистически. В общем, давайте смотреть в будущее с оптимизмом, но пока посмотрим рекламу. Реклама на НТВ. В эфире программа «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет Россия завоюет рынок микрочипов. Но чтобы узнать, произойдет это или нет, уважаемые гости, оптимисты и скептики, ко всем к вам вопрос. С какой вероятностью Россия все-таки завоюет рынок микрочипов? Валерий Анатольевич, давайте начнем с вас. Вы знаете, у нас нет другого пути, как завоевать этот рынок. И у нас есть, наверное, все возможности совершить это чудо, этот прорыв. Но не за 10 лет. Почему не за 10 лет? Потому что мы уже здесь вспоминали тайваньскую фирму. Она называется TSMC, кажется. Она была создана в 1987 году. И только за 30 лет она смогла приблизиться к ведущим фирмам на рынке чипов. За 30 лет. То есть, наверное, у нас получится. Но не в течение 10 лет. Наверное, срок должен быть побольше. Это первое. А если мы обойдем на поворотах всех, понимаете? Сразу хлобысь и сразу мемристерами начнем. Всех. Пока они там, в своей дорожке. А мы раз, срезали. Я согласен. Мы должны верить в чудо. Давайте прогноз на чудо. Это только было первое. А второе? Я как экономист, да, вот рассуждаю. Исключительно ничего личного. Просто как экономист. Второе, нужны деньги. Один завод по производству микрочипов. Говорят, стоит от 15 до 20 миллиардов. У нас на всю программу по созданию радиоэлектронной промышленности выделяют 2 триллиона 34 миллиарда. То есть получается, что это под один завод, да? А мы хотим быть впереди планеты всей через 10 лет. Потому что в Соединенных Штатах выделяется на эту программу развитие 53 миллиарда долларов. Да, но не сопоставимые цифры. Тем более корпорация Intel выделяет финансирование на разработки, научные разработки, 17 миллиардов долларов. Это одна корпорация. Это составляет 27% от ее годовой выручки. Представляете, да, больше четверти выручки они вкладывают в то, что неизвестно. Неизвестно, выстрелит или нет. Вот. Ну и самое, как мне кажется, тоже очень важное, о чем мы забываем. Ну хорошо, через 10 лет мы будем впереди планеты всей. А куда мы эти чипы девать-то будем? На Марс. Рынок сбыта. Да, у нас должен быть рынок сбыта. Мы должны производить то, куда мы будем это вставлять. Прогноз на 10 лет. 10%. 10%. Ни одна страна мира на сегодняшний день не имеет полного цикла производства микрочипов на своей территории. То есть полностью производить микрочипы мы точно не сможем. То есть речь идет о существенной части производственного цикла. Станки ASML нидерландские, которые используются для изготовления микрочипов сегодня, это самые сложные машины, сделанные человечеством на сегодняшний день. Нидерланды потратили более 20 лет и четверть триллиона долларов, чтобы их создать. Для сравнения, это столько времени и денег Россия потратила на поддержку украинской экономики с 1991 по 2014 год. То есть вот какой масштаб цифр. Можем ли мы это догнать? Нет. Но нам и не надо. То есть мы можем купить поддержанные станки в Западной Европе, китайцы покупают поддержанные станки в Японии. И таким образом мы сможем произвести те чипы, которые нам нужны. А что касается чего-то нового, то, как я уже говорил, мемристеры. Уже доказана коллаборация итальянских и китайских физиков, работавших в университете имени короля Абдуллы в Саудовской Аравии, и в прошлом году показали, что мемристеры можно сделать в четверть микрона, 230 нанометров. Как только мы сможем делать провода шириной 100 нанометров, Россия моментально может стать мировым лидером по производству нейроморфных чипов. Транзисторные чипы начнут вытесняться. То есть и это вполне может произойти в ближайшие 10 лет. Так что я смотрю в будущее с оптимизмом, и мой ответ 70%. 70%. Спасибо большое. Я бы здесь не ставил вот так эту задачу, потому что Россия должна быть технологически независимым государством. И производить электронику нам не следует гнаться за мировыми трендами и стать лидером производства мобильных телефонов или бытовой электроники. Нам необходимо создавать ту ответственную аппаратуру, которая обеспечит нашу независимость на планете. И вот если отталкиваться от этой точки зрения и не уходить как раз в коммерческую элементную базу, то вероятность этого достаточно высока. И я с Константином Михайловичем здесь соглашусь на 70%. Но если мы говорим о коммерческом рынке, то численность нашей страны на фоне мировых стран очень мала, и рынок мы не сможем обеспечить. Вот только представьте, миллиард телефонов для Индии, несколько миллиардов для Китая, и всего лишь 140 миллионов, из которых не всем нужны мобильные телефоны здесь. Мы просто не сможем обеспечить себе этот рынок и избыт необходимых микрочипов. Поэтому для коммерческих чипов мы не сможем через 10 лет. Значит так, для коммерческих мы еще подумаем. А в любом случае так 70% для обеспечения наших потребностей. 70%. Спасибо большое. По моему прогнозу, с вероятностью 75% наша страна завоюет мировой рынок микрочипов, его сформирует, и в том числе будет его развивать. Это станет хорошим экспортным продуктом нашей страны, точно так же, как ядерная энергетика, как, соответственно, энергоносители. Это будет высокотехнологичная наука-емка ОТОС, которая будет очень сильным локомотивом и позволит нам осуществить прорыв. Поэтому мой прогноз 75%. 75%. Спасибо большое. Володь, с вероятностью 56% России завоюет рынок микрочипов. Спасибо вам огромное. Больше половины, а значит, в итоге не завоюет. Если бы 56% мирового рынка завоюет, меня тоже вполне устроит. Ну, слушай, на самом деле, плевать на этот рынок мировой. Самое главное, что мы собой будем заниматься. А что еще важно, что у нас будут расти теперь отныне не просто юристы, менеджеры. Ну, хотя нет, ладно, менеджеры нам тоже нужны. Нам нужны инженеры, химики, программисты. Нам нужны специалисты. Все отдаем детей на нормальные специальности. В станкин, в мифи. В общем, наши дети будут не просто какими-то, а настоящими специалистами, которые будут выпускать высокотехнологичную продукцию. Приятно. Да. Ну, еще и не забывайте про МГТУ имени Баумана. Это была программа... Мы и наука. Это «Наука» и программа о том, как наука изменить, в том числе и нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»